А давайте, друзья, посмотрим моими глазами садовода патологоанатома, единственный в мире патологоанатом. Вот, это всё было спелено, в живых деревьях спелено, вот, и подлежит анализу, это не то, что свежая спила, но это было спелено ближайшие три недели назад, вот, и тогда Здесь нужна была бы настоящая учёная комиссия, которая должна этим заниматься, а не садовод-любитель. Вот, видите, маленькая рана, маленькая рана, посмотрите. Я бы таких примеров привёл сотни, но мне для этого нужна помощь. Причём, чтобы серьёзная была помощь от науки, видите. Вот, а распил был случайно сделан там, где удобно было моему другу, как это зовут, которая, лесоруб. Любая ранга вот этим кончается. Вот, распиливать надо каждую ещё раз по десять. Маленькие такие чурки, вот такие вот, наверное, вот такие вот чурки. Ну вот, давайте на неё посмотрим. Нет такого, чтобы вообще не было информации. Вы скажите, о, нет никакой информации. Смотрим сюда. Скажите, нет никакой информации. Есть. Вот это есть ценнейшая вещь для меня, потом фотографию сделаю. И так, борозобой нет. А самое главное, нету попыток сделать раду на кольцо. Всё, где там ты раду на кольцо, обязательно проникает мороз. В селёдку всё это вымерзает. Попадают грибы, с которыми ещё пытаются бороться. И учат мороз. Даже с трутовиком, который сидит в центре дерева. И он полагается опрыскивать. Ну, дурь, дурью. Ну, тем не менее, это факт. Вот так. Что мы видим? Чистейший срез, потому что нет раду на кольцо. Найду ли я сейчас раду на кольцо? Нет, не найду. Понимаете, почему? Тут наверняка есть немножко. Ну, день не тот. Всё снегом засыпало. А почему есть? Потому что ранний железо резал. Потом поумнел. Вот. И последующие годы этого не делал. Видите, как я режу? И тогда никаких рад нет. А вот у самого основания иногда попадается. Ну-ка поискать. Вот. Я не стесняюсь в той же ошибках. Учили, учили. Потом пришлось жить своим умом. Потому что чужой ум не помог. Ну-ка. Это надо специально искать. Вот. Давайте просто пройдёмся. Ну, в общем, вы поняли. Вот это бесценный материал. Из чего ещё можно сделать 100-200 распилов. Более подробные. Вот. И это было бы доказательством Железова на весь мир, всему миру. Не только российского, всей мировой науке. Раны на кольцо смертельно опасны. Да. Они приближают плодоношение. Раз. Они дают иногда... Эти раны на кольцо стимулируют такие урожаи. А то, что после этого дерево умирает. Или всё остальное, всю жизнь болеет. Об этом никто не догадывается. Вот всё страшное, ребята. Ну, давайте ещё пройдёмся. Да. Я это... Сталнычу раз за разом, год за годом. Кому-то уже надоело. Ну, надоело. Переключайтесь там на боевики. Вот. На концерты. Но дело в том, что... У меня нет другого выхода. У меня нет выхода. Я должен. Это мой долг. Это моё призвание. Разумить. Потому что мне это Бог дал такую... Такую наблюдательность. Вот. Вот. Насколько интересного. Вот. Слива Венгерка. Привитый абрикос. Смотрите. Вот он абрикос. Вот он, может быть, неосветная кора. Так хочется сказать кожа. Я не различаю кору деревьев и кожу человека. Одни и те же функции. Только зачем-то сдуру предлагают вот такие раны брать. Вот. Вот. Вычищать. Как там написано? Пишут обычно. До живого. Без того, чтобы просто оставить покоя. Потому что они сами всегда, ребята, вот это вот. И есть уже готовое, свежее. Оно уже заменило вот эту морозобойную. Осталось, осталось. Да и бог с ней. И она никуда не денется. Вот. Дерево продолжает развиваться. Ну, а то, что на это, правда, уже абрикос. А вот этот бульжурский абрикос, который является фундаментом. Вот является. Только здесь это королевского абрикоса. Видите, какие обрезы? Вот поэтому они и долговечны. Вот. И тогда получается, что интересно жить. Знаете, почему? Ну, отвлечемся. Итак, снизу вылезла ветка, которая называется волчок из-подвоя. Привитый абрикос. Вот. А я ее не стал отрезать. Почему? А чем она мешает основному? Прекрасно плодоносит. Посмотрите, сколько цветов. Все в цветах. А посмотрите, какие приросты дает. Вот видите, прирост 2,5 метра. Вот смотрите. Вот отсюда. Вот отсюда. Внимание. Медленно смотрим вверх. Вверх. Вон туда. Видели? 2,5 метра. Что-то я забыл ее на серынке отрезать. Ну, ладно. Ну, дело-то мне больше интересует. Еще интересует другое. А что даст вот этот абрикос? Как повлияет мощная вельгерка? Как она сюда запустит свои гены? Вот сюда. В этот маржурский абрикос. Какие будут плоды? Ну, это... Сейчас я скажу одну вещь. Кто же мне прислал ролик? Дальше я пойду, так спокойно буду идти и говорить и с вами рассуждать. Присылает ролик, а там написано, что самые долгоиграющие люди, долговечные, или как там, долгожители, получается от профессий, было названо три профессии. И вы знаете, первую назвали, это серьезный человек, это не нам что-то. Вот. Это мы из простых лягушек, как говорил в том фильме, помните? Из простых лягушек вышел. Так вот, мы из простых лягушек, а то образованный человек. Он назвал три профессии первого садовода и сказал, они долго живут, потому что им надо знать, что они вырастут. Они не могут померять им некогда, они живут этим. И у них жизнь продляется сама по себе. Как вам? Догоняйте? Как вам это? Мне понравилось это сравнение. Ой, как понравилось. А почему еще надо жить? Вот смотрите, вот это бывшая Фаида. Теперь это Химера. У-у-у, как звучит. А почему Химера? А вот она, Фаида, она просто погибла. А ниже штаба, смотрите внимательно. Ой, ниже прививки пошла вот эта ветка. Вы что думаете? Уже теперь эта Маньчжури с 40-граммовыми плодами? А вкуснючей. Вы знаете, что я сделал? Я уже продал. Ну, чего только двоим. Отрезал, 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 отрезал. Так? И уже две ветки продал. А что будет? А я не... А может быть тоже 40-граммовым? Ну, это вроде декарь, а у него же у этих самых... Уже должна быть повышенная мороза. А кто сказал, что в следующем году будет 40, а не 60? А может снова 20? Вот. Значит, мне надо дожить до осени. А когда же мне 74 будет, 75? А? А потом после этого опять что-то надо вырастить. Вы представляете? Вот привил. Посмотрите. Ну, вот прививка. Когда она заплодоносит? Эта груша, это с красной мякотью. Как это? Красное мясо. Когда она вырастет? Ну, года два-три еще ждать. Опять некогда помирять спокойно. Вот. А здесь? Вы мне скажите, почему на двух шикарнейших молодых абрикосах это те самые, которые, я считаю, нужно из таких и брать черенки. Посмотрите, черенкованик. Посмотрите, до двух метров. Причем всегда считаете, смотрите. Вы не думаете, что вот отсюда вот пошел побег последнего года? Вот где моя рука, да? И выше. Вот метр. Нет. Отсюда. Видите? Отсюда вот получается метр и еще метр. А это нарастает в течение одного года. Видите? Здорово. Так вот я к чему говорю. И здесь получается, ну, наверное, 30 штук черенков на прививку. А здесь еще больше черенков на прививку. А здесь просто, ё-воё, за два метра. Видели? Я не преувеличиваю. Вот. И что? А где я нарезал? То, что вы видите, это прошлогодняя нарезка вот на пенечке. Почему я ни одного не срезал? Ребята, потерял избирку и с него, и с него. Такое горе. Да. Халтуры быть не может. То есть, допустим, если она привита мною, а я прививал только сорта выдающиеся и супер-выдающиеся. У меня так градация короткая. Или выдающиеся, или супер. Почему? Когда-то, я помните, я рассказывал, что взял и добыл черенок. Он был номерной. Это значит, кто-то свистнул из научного сада. Я не свистел, потому что я не знаю, где эти сады научные. Тут поблизости что-то я их не замечал. Настоящих. А кто-то мне этот черенок прислал. Ну, номер, номер, значит, с науки. И написано сверхурупноплодный. А получилось 30-40 грамм. Но я подумал, для науки это, да, действительно сверхурупноплодный. А для меня это, ну, среднячок, ладно. Вот. Если уж так говорить. И вот у меня... Вот еще молодежь, видите? Вот. Еще молодежь. Я только про абрикосы пока говорю. Ну, много я не могу вырастить, потому что мне земли не хватает. Я же не зря 30 спилил богучих абрикосов. Вот таких вот. Вот эти еще остались вот такие. Вот они. Вот, 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 вот. Вот. А большую часть выпилил. Ну, жизнь заставляет. Вот. И вот, смотрите, молодежь. Сейчас весом выйти надо мной. Опять бирки нету. Поэтому ни одной ветки не срезано. Еще. Здесь бирка есть. Расшифровать не могу. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Такой мне почерк. Хе-хе-хе. Опять десятки черенков шикарных. Десятки черенков шикарных. Да каких ведь? Когда вот такие просто полтора-два метра. Это о чем говорит? О том, что это могучее здоровье. Это прекрасные черенки. Жалко бывает. Ну, в последнее время тенденция наметилась. У меня начали заказывать вот такой толщины черенки. Вот, да. Вот такой. Это и есть такая тенденция. Значит, чего-то я научил людей. И тогда я сказал себе, раз не знаю название сорта, А как я могу срезать? Вздыхаю я. Ну, как? Ну, допустим, этот тот Петр Великий я весь порезал. Видите? Даже не весь. Вот. А здесь частично. Я уже забыл какой. Там на мерке написано. Так вот, где сколько я черенков не срежу, сколько не заработаю. Ну, не потому что мне их жалко резать. Можно же назвать, допустим, абрикос и три знака вопроса. Ну, нету туфты. Их все выдающиеся. Ну, дело в том, что очень мало мне покупают черенков. Очень мало заказывают. И тогда, получается, если Петр Великий одно название чего стоит. Вот. Ладно. А если... Зачем я буду срезать черенки, если я не знаю название сорта? И нету сейчас того поколения моего, моего, который сорок лет назад с протянутой рукой в председательное хозяйство. Это такой журам был. Он много пользы принес. Он много вреда принес. Даже, скорее, больше вреда, чем пользы. Да. Учитывая его звериную технологию, которую там многие печатали. Я уже выбрал последнее название. Я уже не говорю неправильно. Я говорю звериную. Так ненавидят все эти деревья, ветки. Много чего ненавидят. И тогда получилось, что он... У него был огромный плюс. Под статьями были названия, фамилии и даже адреса или телефоны. И вот это нам помогало. Добывали любыми путями. А сейчас, да, вот интернет, да, тысячу людей знают мои эти адреса, клички, все знают. Я в кино. Нет такого интереса. А вот что это такое? А вот заказать все равно сказать. Вот это я хочу, пожалуйста. Вот так высказался. Ну, а сказать, что на этом надо заканчивать разговор. Наверное, надо. Холодно. Вот. Холодно, надо идти греться. Так, что-то еще, 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 еще. Что-то еще. Ладно. Давайте будем считать, что сегодня вся серия до года закончена.